в связи с событиями последних дней на харьковщине нам тоже конечно хотелось бы говорить и говорить это оккупации украинских земель и радоваться этому вместе с вами но у меня нет авторитетных официальных источников такой информации а повторять уже тысячу раз кем-то сказанное не хочется поэтому поговорим сегодня о другом хотел сказать событий но то о чем мы будем говорить событием назвать конечно нельзя информ поводом для разговора можно смело петиция пересмотре указа которым президент лишил гражданства геннадия корбана набрала необходимые для пересмотра или для рассмотрения точнее 25 тысяч голосов и нам стало интересно узнать что будет дальше как дальше будут вести себя участники этих событий у президента мы об этом спросить ясно дело не можем но надеемся что официальная реакция все-таки будет а вот у геннадия корбана спросим прямо сейчас в эфире васильевский остров и у нас на связи геннадий олегович корбан здравствуйте геннадий олегович петиция петиция количество голосов для рассмотрения президентом петиции до пересмотре указа она собрана собрана там в течение буквально месяца да что дальше ну дальше я же говорю это просто риторический конечно зависит уже всецело президента этот вопрос всех мучает в каком-то смысле не только меня но и тех кто голосовал этих людей вот почему потому что на самом деле здесь как всегда классические два пути на то есть с одной стороны президент имеет право отклонить петицию вот с другой стороны он имеет право удовлетворить петицию если он удовлетворяет петицию всем понятно что происходит если он отклоняет петицию то он должен хотя бы как минимум объяснить причину по которой он отклоняет петицию вот это как бы ну по сути дела петиция-то это метод прямой демократии, да, и это то исключение, когда люди собирают необходимое количество голосов для того, чтобы добиться того или иного действия от власти, в частности от верховной власти, от президента. То, что является, входит в его полномочия. Поэтому, ну, ожидаем, да, мне сложно даже комментировать здесь. Ожидаем. Прокомментируйте тогда, почему, я не знаю, довольны ли вы или нет, ну, скажем так, темпами сбора подписей, да, откликом людей, и я бы сказал, какое-то неровное, да, было, неровный этот был сбор, то быстрее, то как-то медленнее. Что это было? Борис, смотрите, я, во-первых, хочу поблагодарить людей, которые собрали голоса в столь краткий срок, потому что не прошло даже месяца, Андрей Магера подал эту петицию 12 августа, это была пятница вечер, как сейчас помню, и уже к дню города, к 9 сентября, были собраны более 25 тысяч голосов людьми, и я, правда, благодарен людям за такую активность. Насчет почему шло неровно голосование, знаете, у меня сидела группа программистов, которые работают у меня в офисе, они внимательно отслеживали, делали статистику, сравнивали с другими петициями, которые двигались рядом, как идет у них статистика голосования, и они сделали четкий вывод о том, что было вмешательство искусственное. И, очевидно, каким-то образом кто-то пытался притормозить сбор голосов или как-то его отключить, я плохо понимаю технически, как это возможно сделать, но мне ребята объясняли, что есть такие возможности, блокируются операторы Wi-Fi, блокируются операторы интернет с определенного региона, да, и получается, что люди, которые, в основном-то за меня голосовали люди, живущие в Днепре, и если есть техническая возможность заблокировать интернет-операторов из Днепра, поставить какой-то фильтр технический, да, то, наверное, естественно, сразу мы видим торможение голосования. Но ребята мои собрали статистические данные, собрали все ошибки и все жалобы, мы запустили чат-бот, который собирал жалобы с людей и различные технические ошибки, которые возникали у людей при регистрации, при голосовании, при идентификации, через банк-айди, через ЕЦП, через просто электронный адрес и так далее. то есть мы собрали все эти ошибки, у нас есть большая подборка, если она будет интересна министерственной инфраструктуры, мы, безусловно, обязательно это предоставим. Вот, но, тем не менее, несмотря на все трудности, видите, петиция достигла своего пика в достаточно рекордные сроки, даже по сравнению с другими петициями, поэтому я очень благодарен. Паспорт, все видели эту историю, паспорт у вас забрали, ну, сравнительно уже давно. Стала ли вам известна истинная причина такого президентского решения? Зачем это сделали или кто? Ну, я думаю, вы тоже далеки от мысли, что президент однажды утром встал и думает, дай-ка я лишу несколько человек гражданства, включая Кормана. Наверняка же его кто-то готовил, вот, может, кто знаете. Кстати, Борис, я не буду кривить душой, я не буду, я не хочу, чтобы у людей сложилось ощущение, что я, вы знаете, что-то прячу или что-то темню. У меня до сих пор нет объяснения. Вот нет, я его ищу судорожно. Я разговариваю с разными людьми, слушаю их мнения, советуюсь. Я не могу найти объяснение этому поступку. Почему? Потому что у меня не было конфликта ни с президентом, ни с его вертикалью. Наоборот, где-то даже в общем-то мы действовали в унисон, да, и я не критиковал власть, не критиковал президента, тем более во время военных действий и не собираюсь этого делать и сейчас. Но тем не менее, вот, мы видели то, что произошло и для меня это просто, ну, какая-то вот шокирующая ситуация. То есть, никто не дал никакого объяснения. То есть, это реально для вас стало неожиданностью эта история на границе? Абсолютно. Абсолютно неожиданностью. Абсолютно неожиданностью. То есть, вот, я не знаю, верится в это или не верится, но это так. То есть, я не, это не объяснимо просто. Почему человеку, который едет и защищает свою страну, который был с первых дней, с первых минут войны, да, так сказать, занимался тем, что, тем, чем я занимался, да, и защищал страну. И вот такой шаг и без объяснений вообще непонятно. Ну, хорошо, а вы не думали о том, что, ну, в последнее время, я имею в виду, до этих событий, ну, ваша фамилия стала, ну, как-то часто появляться в их форм пространстве, особенно в контексте укрепления страны, там, помощи ВСУ, аэробороне, ну, и однажды это кому-то должно было не понравиться. Да, ну, может быть, она и появлялась. Я, честно говоря, не следил за статистикой тиражирования моей фамилии, потому что я не занимался каким-то намеренным пиаром, да, то есть я периодически высказывал публично свои мысли абсолютно аккуратно, абсолютно тактично по отношению к власти, и я занимался тем, чем я занимался с утра до вечера, я помогал армии, помогал обороне, строил ее в Днепре, в Днепропетровской области. Часто говоря, даже не следил, мне не было времени следить за теми публикациями, где, как вы говорите, я часто упоминался. Возможно, это вызвало у кого-то какую-то ревность, но это очень странно, почему такие вещи должны вызывать ревность, они должны вызывать зависть, я не понимаю, то есть мы делаем одно дело. Может быть потому, что на том этапе, ну не знаю, как назовем это, самоуправлением, да, органы самоуправления делали, может, даже больше, чем какие-то государственные структуры, которым это было положено делать. Ну, вы же, я имею ввиду, вы городская власть, городские там структуры, они же взяли на себя вот эту первую ударную волну. На самом деле, на самом-то деле местные власти по всей стране взяли на себя в принципе основную волну, не только первую, не только вторую, но и даже волну, связанную с контрнаступлением наших войск на Востоке это тоже, в том числе, есть большая заслуга, местных властей. Надо понимать, что центральная власть занимается какими-то большими вопросами, связанными с международной помощью, с вооружением, с какими-то еще вещами, не то, что касается там с финансированием этих вещей, да, но то, что касается логистики, обеспечения, размещения и масса других вопросов, медицинского обслуживания и так далее, и так далее, можно перечислять и перечислять. Это все делают и делали с первых дней местные власти. Просто местные власти с первых дней еще занимались тем, что вынуждены были приобретать целый ряд материальных ценностей, которыми не была обеспечена армия, да, то есть это форма, это аптечки, это каски и бронежилеты, потому что этого всего не было, понимаете, и действительно мы вначале приобретали средства защиты для наших воинов, для того, чтобы они и форму, и ботинки, если хотите, да, и аптечки, для того, чтобы люди просто не были голыми боссами. Сейчас уже центральная власть в принципе на себя переключила большую часть этих вопросов по обеспечению, но вопросы логистики решает местная власть. До сих пор это нормально. Вопросы строительства фортификаций это местная власть. Вопросы медицинской логистики, транспортировки, лечения раненых это местная власть. Вопросы приема тел погибших это местная власть. Субмедэкспертиза это местная власть по телам погибшим и опознанию родственников. Захоронение погибших это местная власть. И много еще можно чего перечислять, чем как занималась, так и занимается местная власть в Украине. И в основном эта нагрузка легла на те города, которые оказались в зоне военных действий или приближены к ним. Это Харьков, это Житомир, это Киев естественно, это Днепр как ключевой регион, потому что вокруг Днепрата в основном все фронты сконцентрированы. Это Николаев и Одесса, то есть западная Украина безусловно помогает, но в основном гуманитарная помощь, плюс у них над ними нависает белорусская и наверняка они там проводят какие-то работы. Но то, что касается активных военных действий, они идут на юго-востоке Украины и соответственно местные власти городов юго-востока Украины, Кривой Рог, Днепр, Харьков, Одесса, Николаев, они все активно вовлечены в войну и в помощь армии. И как были первые вовлечены, так и вовлечены по сей день. тогда я вспомню наш предыдущий разговор, он состоялся в начале войны, тогда вы сказали, когда я спросил там о участии, скажем так, о роли гражданского общества, финансовом участии, в том числе в деле обороны, вы сказали, что эта война, это война государства Украины и государство Украины должно взять на свои плечи, да, всю тяжесть как бы войны. А спустя некоторое время вы же инициируете две, ну достаточно дорогостоящих программы, сначала войну Тойот, а затем вот закупку нескольких сотен грузовиков для вооруженных сил. Нет ли здесь противоречия, ну и кстати, почему грузовики там, а не какие-то пушки, снаряды? Нет, Борис, смотрите, противоречия никакого нет. Я с самого начала также, если вы помните наше интервью или другие мои интервью, я говорил, что высочайший уровень гражданской дисциплины, гражданской сплоченности, гражданской активности, но мы понимаем, что в такой войне люди не могут вытащить на своих финансовых плечах расходы на такую войну, поэтому я мотивировал тем, что государства, местные власти, центральная власть должны взять это на свои плечи и финансировать различные процессы, потому что люди могли один раз собрать, второй раз собрать, но мы видим, что материальное положение наших граждан ухудшается, и это последствия войны, и это естественно, потому что с этим ничего нельзя сделать, война разрушительна, экономику разрушают, люди теряют работу, люди не имеют соответствующих доходов, и конечно они не могут помогать. Когда теперь относительно вопроса моих инициатив, я вам скажу честно, мои инициативы, которые были и звучали публично по поводу сбора грузовики и пикапы так называемые, и до сих пор мы собираем эти деньги, они больше обращены к бизнесменам на самом деле, потому что простые люди, спасибо им, они жертвуют кто гривну, кто 10 гривен, кто 100 гривен, как говорится, с мира по нитке, может быть, и можно собрать большие деньги, но откровенно говоря, я на это не рассчитывал, поэтому мой призыв, он больше касался бизнесменов, которые откликнулись на него и собрали определенные суммы, за которые мы купили и продолжаем покупать пикапы и грузовики. Вот, собственно, и все, то есть, как бы, нельзя на людей, я и сейчас считаю, что нельзя на людей перекладывать финансовую ответственность за войну и за финансирование войны, то есть, это порыв людей, они могут что-то дать, сдадут, но мы не можем рассчитывать, просто вот рассчитывать на это нельзя, это не тот источник гарантированный, который может поддержать войну, гарантированный источник для поддержки финансовой, поддержки войны, это прежде всего государство, центральная власть, местные власти и помощь наших партнеров, союзников из Соединенных Штатов, Англии и Европы. Вот, как бы, вот такое объяснение, то есть. Ну, инициировали эти программы, вы и как, вы как вы, и как руководитель штаба обороны Днепра. Я хочу буквально, там, небольшой вопрос, чтобы вы прояснили, потому что здесь какие-то кривотолки ходят по поводу этого штаба, что штаб-то не настоящий, кто-то не устает там повторять. Мне-то, честно говоря, все равно, хоть это ФОП пускай будет, но лишь бы помогал. Как вот это объяснить? Что это такое? Это просто черный пиар у Борис. Я думаю, что у меня достаточно много поклонников, в кавычках, в Днепре, которые распространяют подобную грязь, и, честно говоря, я на нее не особо реагирую. Это неприятно, конечно, но не на только, чтобы я публично оправдывался или реагировал. Тогда еще, не знаю, следите, вы не следите. Про манипуляции я закончил. Да. Действительно, много манипуляций, прессе, я не реагирую на эти вещи, потому что это как раз и сделано с целью для того, чтобы запутать людей. я уже до этого публиковал и могу вам предоставить документы и, в принципе, на ваш журналистский запрос вам могут предоставить документы соответствующие органы. есть распоряжение мэра Днепра Филатова, есть распоряжение Валентина Резниченко, губернатора по поводу создания Рады обороны в области. Я включен в Раду обороны, я могу перебросить эти документы вам. И на базе как бы Рады обороны образован штаб. Ну, он штаб обороны Днепра, да, будем так говорить. Мы его привыкли называть штаб территориальной обороны, потому что его суть как раз именно в территориальной обороне. Но манипуляция заключается в том, что те, кто пытаются это опровергнуть или заставить людей сомневаться, они пишут в территориальную оборону ВСУ с вопросом состою ли я на воинской службе в территориальной обороне. Соответственно, те формально отвечают, что на воинской службе господин Куварбан в территориальной обороне не состоит и не состоял. И, соответственно, они делают манипулятивный вывод, а как же он может возглавлять штаб территориальной обороны, если он не состоит на службе в территориальной обороне. Но это вот и есть манипуляция, потому что штаб гражданский, он не военный. Это об этом заключается что такое военное гражданское сотрудничество. То есть есть военный блок, военная часть, связанная с территориальной обороной, есть гражданская часть. Вот я возглавлял и возглавляю гражданский штаб обороны Днепра или территориальной обороны Днепра. Просто там в распоряжении нет слова территориальной, но мы его называем как штаб территориальной обороны. По сути дела военно-гражданское сотрудничество заключается в том, чтобы объединить эти вещи и военные занимаются своими делами, гражданские помогают военным заниматься войной. Вот вся суть манипуляции. Она очень простая, примитивная, но многие люди не понимают этого и конечно некоторые верят этим манипуляциям. Вот что я могу сделать. Тогда вот интересно узнать связаны ли с манипуляцией такая информация появившаяся буквально здесь на днях. В недавнем интервью Наташи Власовой вы признались, что Корбан не подарок. Но мне кажется, что вы сами до конца еще не представляете какой вы не подарок. Вы наверняка знаете об очередном прилете в Днепр, причем там в самый центр. Так вот информации, которые распространяют тут в определенного рода пабликах, оказывается, это не ракета прилетела, это Корбан взорвал троицкий рынок. Ну, Филатов, наверное, помогал. Как же без Филатова? Я первый раз слышу такую вещь. Днепр, да вы что, Филатов, наверное, закладывал бомбу, вы нажимали, это просто вы взяли, взорвали, чтобы там освободить территорию для каких-то очередных строек. Вот меня интересует в этой ситуации вот кому нужно в то время, когда у людей и так нервы на пределе раскачивать вот эту ситуацию. Смотрите, раскачивает эту ситуацию определенная группа людей, застройщиков в городе, которые имеют отношение к господину Петровскому, то есть и к каналу Д1, они с утра до вечера занимаются раскачкой ситуации. К сожалению, их уже один раз нацсовет предупредил по поводу лицензии о том, что они ее нарушают телевизионную лицензию, тем не менее они продолжают заниматься этими манипуляциями, раскачками и СБУ на это не реагирует. А по поводу троицкого рынка их группе как раз и принадлежит троицкий рынок, куда попала ракета. Вот они недавно выставляли в интернете и видел даже проект, ну эскиз проекта. Это не ваш, не ваш, не вашего бизнеса проект, нет? Нет, это не принадлежит и никогда не принадлежало. Вот, поэтому это как раз проект группы Петровского. Они там собирались три башни строить в этом районе и очень долго многие собственники маленьких лавочек, которые были на этом рынке, сопротивлялись их давлению. Мелкие собственники сопротивлялись как раз застройке этой территории, многоэтажной застройке этой территории. Кроме того, там до сих пор нет детального плана этой территории. Вот, поэтому этот проект и эта площадка принадлежит группе Петровского. И видите, теперь маленьким лавочкам будет сложно сопротивляться после того, как туда существует... Их всех разбомбили. Да, их разбомбили, осуществился прилет ракеток, фактически их собственно не лишены собственности. И теперь это можно только сносить и так далее. Но я думаю, что городская власть будет внимательно смотреть за этим и учтет интересы всех тех, кто пострадал при этом ракетном ударе. Вы упомянули СБУ, что СБУ не реагирует. Я упомяну эту службу, только в другом немножко контексте. Вот еще одна версия, просто здесь недавно прочитал, еще одну версию случившегося с вами, она появилась в интернете. Мол, ваша история и недавняя смена некоторых руководителей в системе СБУ, в частности, там, по-моему, Харьковского и нашего, это связано якобы ничто иное, как атака Киева на Днепровский клан, говорят. Вот что-то вы об этом знаете, что это за клан, если он существует, чем он так плох, что его надо атаковать, ну и не грозит ли нам здесь какой-то очередной передел. Вы знаете, очень много версий различных в интернете, я не знаю, про какой клан идет речь, Днепре много кланов, если уже так детально разбираться, да, там, не знаю, клан Коломойского, клан Петровского, можно сказать, клан Корбана, да, но мы же не какое-то мафиозное государство, где управляют клан, то есть есть официальная власть, есть мэр, есть губернатор, есть соответствующие органы, которые должны реагировать на любые организованные преступные группы, которые возникают у нас в среде, да, поэтому атака на кланы, ну, если центральная власть хочет атаковать кланы, окей, никто не против, для начала, ну, то есть, как бы, нужно разобраться все-таки с теми, кто кланы, кто не кланы, да, кто оказывает пользу своему городу и своему государству, где он живет, а кто использует, как, а кто колонизирует это, да, и использует это в своих личных целях и интересах. Версий сейчас много, я думаю, что единственное правильная версия, это та версия, которую должен озвучить сам президент, почему он это сделал, какая была причина, что его не устроило в моей работе, или, может быть, что-то другое, будем ожидать ответа на петицию, которую подписали люди, я тоже буду ожидать этого ответа. Хорошо, у меня тогда вопрос немножко о другом, не о версиях, ну, случившееся, это тест, в любом случае, да, тесты для вас, но не в меньшей мере, степени для людей, которые были с вами, на которых вы вправе были рассчитывать, там, ожидать поддержки, поддержки, вот скажите, все ли из этих людей прошли проверку, сдали этот тест и оказались теми, кем казались вам? Ну, это классическая ситуация, поэтому ответ очевиден, конечно, не все, и, конечно, многие люди испугались, и многие, отшатнуло многих людей от меня, потому что, ну, такова природа человека, люди боятся, они боятся власти, они боятся того, что происходит, тем более, сейчас война, смотрите, я не осуждаю этих людей, это выбор этих людей, поэтому это, как вы говорите, тест, это же тест не только для меня, это тест и для них тоже. Для них, конечно, да. Да, и для них тоже, поэтому, как бы, это их дело, и каждый делает свой выбор, и даже в трудных ситуациях, как говорится, и в беде, и в хороших вещах, мы всегда делаем выбор, и каждый из нас, и наше окружение делает выбор, поэтому не все, конечно, прошли этот тест, и ну, что сделаешь, вот и такой вопрос. Будем делать выводы. Вопрос, наверное, следующий, может быть глупый, но я его задам. Как вам сейчас живется? Как живется вдали от дома, без родных, что остались в Украине? Поделитесь зрителями, где вы сейчас, чем занимаетесь, как-то участвуете ли в жизни Днепра, потому что ответ на вопрос интересен и тем, кто считает, что Корбан, ну, зло, да, и тем, кто считает, что Корбан в Днепре, это спокойствие, таких людей понимал. Я нахожусь сейчас в Великобритании, вот, действительно, я испытываю некий, будем так говорить, моральное, нравственное давление от того, что нахожусь вдали от дома, вдали от близких. я считаю, что никто не имел права меня разлучать с моими близкими, с моими родными, родителями, 82-летними, которые в тяжелом состоянии находятся в Днепре. Вот, тем не менее, я удаленно пытаюсь работать и поддерживать работу штаба обороны, поддерживать работу многих служб и военных, которые ко мне обращаются. Каждый день я получаю заявки на свой мессенджер от различных военных частей, передаю их в штаб, ребята связываются, обрабатывают заявки. То, что, возможно, мы приобретаем и передаем военным частям, и это многие бригады от Николаева, у меня есть запросы, от Николаевских бригад до, естественно, группования Хортицы, которая сейчас наступала, как раз им-то мы передали большую часть грузовиков, которые мы приобрели, и это в том числе решило многие логистические проблемы. Мы в начале не уточнили все-таки, что вы будете делать или как будут развиваться события, если президент не изменит своего решения. Что это будет с вашей стороны? Это обращение в украинские и международные суды, это, не знаю, обострение конфронтации и вселение с офисом президента, это иммиграция может быть, или может воспользуйтесь нелегальными путями все туда, а вы оттуда навстречу. Это прежде всего будет юридический путь, который уже разработан группой юристов, более того, часть исков подготовлена, часть запросов направлена в соответствующие службы и офис президента, и миграционную службу, и пограничную службу, и часть исков уже подана, не дожидаясь ответа президента на петицию, поэтому я буду выбирать безусловно юридический путь, потому что это единственный законный, единственный легитимный путь для того, чтобы вернуть гражданство и для того, чтобы прекратить нарушение моих конституционных прав. Поэтому только юридический путь, потому что любые другие, как вы говорите, пути конфронтации, смотрите, я не буду находиться, не буду пытаться находиться в конфронтации с президентом воюющей страны. Если бы сейчас не было войны, если бы не было гибели сотен, тысяч людей, не лилась кровь, возможно, это могло бы перерасти в какую-то политическую конфронтацию и политическое оппонирование, но сейчас не тот момент, когда нужно воевать с президентом воюющей страны, поэтому я этого делать не буду. нелегально пересекать границу, как это делал Саакашвили, или прорвать границу, это тоже немножко не мой путь и не мой метод. Я продолжаю работать дистанционно, тем более, я же говорю, это сложно, но, тем не менее, ко всему человек привыкает, поэтому только юридический путь и другого пути нет, только юридический путь. Посмотрел несколько интервью ваших, наверное, все, которые после случившегося выдавали, и ни в одном из них не услышал вопрос, который, на мой взгляд, должен был задать вам данные ситуации, даже студент первого курса факультета журналистики. Вопрос очень простой. Так, есть ли у вас все-таки второе, третье, пятое, десятое гражданство? Ну, это же причиной, да, основной? Смотрите, давайте так, я всем отвечаю стандартом на этот вопрос, мне задавали подобный вопрос, я гражданин Украины, на сегодняшний день всеми судебными исками занимается международная юридическая группа, которая готовит позицию в судах, и не только в Украине, но и в международных. И, соответственно, я стараюсь эту тему не комментировать, потому что юристы попросили ее не комментировать для того, чтобы сказав что-то лишнее, я могу ухудшить ситуацию при будущем рассмотрении в суде. Поэтому я уже ответил на этот вопрос неоднократно. Я гражданин Украины, родился в Украине, мой центр жизни в Украине, мои дети родились в Украине, мои родители живут в Украине. Каких еще доказательств вам надо? Геннадий Ильич, спасибо за этот разговор, за то, что нашли время ответить на наши вопросы, терпения вам, всего хорошего, и до встречи в Днепре. Спасибо, Борис, до встречи, спасибо вам большое, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова